Маленький дисклайнер. Вступительное слово не проплачено компании МТС. Надеюсь, что для вас не для кого не секрет, что современную смартфону без интернета, собственно говоря, просто не лучше. То есть, которая может принимать, звонить, отправлять смс, но без интернета, собственно говоря, основных функционалов работать не будет. У компании МТС есть замечательная возможность иметь безлимитный интернет для мобильного телефона, но при этом, если вы выкачиваете 5 мегабайт в течение часа, вам приходит смс с тем, что у вас скорость падает. Когда это смс приходит, в первый раз ничего страшного, в второй раз, в принципе, тоже ничего страшного, в третий раз, ну, сколько раз там можно обооткрывать, я уже понял, в седьмой раз, мягко говоря, уже начинают доставать. Поэтому мне нравилась идея написать свой смс-блокер, чем меня не устроили существующие смс-блокеры? Можете взять шлайд? Сейчас попробуем. Значит... Дима, назад. Дима, назад. Существующие смс-блокеры не могут... У них есть две возможности. Просто пикнуть в обязательном порядке. То есть это очень важная смс-ка, и мы ее пикаем. И второе, она, кто-то говоря, не пикает и не пить сохраняя эту смс-блокер. То есть у них нет такой возможности, как сохранить смс-блокер, но не пикнуть. В такого прожиточного состояния. И почему-то все блокировщики, которые я видел, им не участвуют в интернет. Как-то вот я не хочу совмещать, что приложение имело длительность в интернет и читало мои смс-блокеры. Что было сделано за отведенное нам время? Мы реализовали смс-блокер, который работает без показов рекламы, не требует выхода в интернет. Работает без коробки, потому что вместе с приложением поставляется база для блокирования соответствующих алиасов. И, собственно говоря, приложение еще идет в обходящих вам смс-блокер. Собственно говоря, ревни уже он встречается. Маленькая демонстрация. Давай. Это грейлист, это дуэк лист. Теперь попробуем отправить смс-ку на номер из грейлиста. Хороший блокер. Зато можно. Отправляем. Ничего нигде не пикает. Попробуем отправить смс-ку на номер из черного списка. Отправляем. Ничего нигде не пикает. Идем на главный экран. Открываем смс-сообщение. Здесь номер только от серого списка, который мне не пикнул. Спасибо за внимание. У нас есть идеи на будущем. Из-за того, что у нас появился лог, у нас есть идея создавать правила на основе сообщений без лога. То есть, например, вам пришла смс-ка с какой-то рекламой. Вы больше не хотите от этого алианса получать смс-ки. Вы просто буквально в два клика делаете правила. Чтобы не получать больше фон этих смс-ки нет. Точно так же мы планируем в дальнейшем обновлять базу. Пользуются новым правилам. Чтобы человек просто получал и все работает сразу. И у нас также в планах есть идея создания мастера для создания правил. В настоящий момент правило это регекс на номер, входящий от канал сошло. И регекс на тело сообщения. Ну и еще у меня идея появилась. Я сразу получил смс-ку в ночь, она меня забудила. Я хотел бы иметь возможность для ряда номеров останавливать тихие часы. То есть, грубо говоря, с часа ночи до пяти утра вообще не пьяница. Я сплю. Вот, спасибо за внимание. Программа была реализована с двумя людьми в новом виде. Я правильно понял, что это замена штатному менеджеру смс-ку? Нет? Нет, правильно. У нас есть три механизма поведения. Если у нас сообщение... Есть у нас правило из белого списка. Это сообщение обязательно пикнет. Дальше используется правило из серого списка. Если входящее сообщение подходит под правило из серого списка, то тогда сообщение не пикнет, но появится в вашем мессенджере. Если оно в черном списке, не пикнет и не появится. То есть это какой-то фильтр? Да. Стандартным приложением? Да. А какие-то хитрые средства в андроиде есть? В андроиде есть возможность просто получить смс-сообщение раньше, чем мессенджер, и принять решение. Единственный прикол, что когда мы хотим реализовать серый список, мы должны сами его добавить в соответствующий контент-кровать. По сути дела, на самом деле в приложении существует две базы. Предусыновленная база и та база, которая создает сам пользователь. Соответственно, пользователь может его удалить предусыновленные правила и написать те же самые там. Не хочешь, чтобы это сообщение там просто пикало, не пикало, а хочешь, чтобы оно даже не появлялось, и, соответственно, это вообще неправильно. Неужели ничего в маркете не похожего? Нету возможности сохранить как непрочитанное, но не пикать. И зачем служить интернет? А какие аналоги смотрели? Их же там очень много. То, что я смотрел, всему нужен интернет. Я так понимаю, что они хотят, конечно, показывать рекламу, но меня просто будут настораживать. Это и платные, и бесплатные? Я посмотрел частично платные, но там тоже что-то должен был интернет. И я вот именно фишки, что вот есть серый список, я не буду видеть. И я не видел для одного приложения, которое бы само поставлял именно базу для блокировки. То есть, грубо говоря, есть сообщение, которое начинает блокировать все сообщения, код, где код не интерпретируется как телефон и номер. Допустим, ты вызываешь конси, а тебе смс не приходит. Крайне такой неприятный момент. А вот еще в маркете очень много приложений, которые блокируют и смс, и звонки. У вас звонки предполагается блокировать? Ну, можно сделать. Ну а что, собственно говоря, звонки и звонки? Мне спам не приходит, пока еще звонком. Зонку с проблемой и буду решать. То есть, допустим, выложит телефон. Выложит телефон. Начну переходить. Ну, то есть, пока есть именно входящие смски, но есть входящих и не нужно. Какие версии вы одерживаете? Приложение разрабатывается под Android 2.2. А, видно было. Есть какие-то проблемы с работниками? Не пробовал. Может, только... Попробовать? То есть, на какатоне была закладка, что делаем под 2.2. Да. Вы используете вашу аппликацию? Да. И тогда пакет. Я не вижу смс от моего оператора. Когда я пакет по моему оператору. У вас есть что-то важное? Да. То есть, когда я пробовал другие аппликации, я использовал смс-шринк из текстов. Так что я начал разработать свою аппликацию. А в веб смс блокируют? Ну, при смс, который приходит и из веба. У которой и номера. А что у них в вонпот? Ну, либо адрес сайта, либо веб смс-шринк. Можешь вон. Веб смс. То есть, если там, грубо говоря, алиас, а не номер, то да, нотбакируется. Алиас слышится? Например, соника нет? Ну, собственно говоря, нотбаки, но закрыто. Пока дизайн не совсем хороший, чтобы можно было распространять, поэтому... Маркете нет? Маркете пока нет. Как монетизировать, честно говоря, не знаю. Скорее, это будет приложение для предфолета. Алиас, а ты реально сколько хану припадет или я подошел? На самом деле здесь вырезано всего одно сообщение. На самом деле спана достаточно много. Того же МТС. У меня у меня тоже спан. Еще вопрос? Пробовали жаловаться на МТС? Пробовали. Сказали, что к ним приходят уже с таким алиасом, а они с этим бороться никак не намерены. Это были еще одной причиной, почему я начал писать свои вещи. Ну, решили проблему на несколько лет. Ну, там, на год, на два. А значит, снова с конца. И. Рассказывается. Не допустим. Я на твоей пару вопросов больше не... Спасибо.